Мы помогаем стартапам расти и развиваться. Мы помогаем общаться с корпорацией, оформлять заявки на гранты, предоставляем офисную инфраструктуру, предоставляем доступ к нашей партнерской сети. Все это мы делаем в рамках программы «Резидентура». Это наша основная программа. В данном случае NFT выступает в роли связки с электронным документом. Междуэлектронный документ будет иметь юридическую силу. Но вопрос, как это будет решаться в юрисдикциях разных. Камеру один фильм точно встретит. Это же статистика. И вот мне кажется, что лучше на этом сфокусироваться, потому что это а, немножко уникально, б, ниша свободная, не нужны бешеные деньги, а уже до нефлица потом уже будет. Наш продукт-комплект состоит из хирургических шаблонов, индивидуальных анатомических моделей, сделанных по КТ пациента, пластины индивидуальные из титана или серийные для остеосинтеза, костные винты и инструкция по использованию всего этого комплекта. Вам в команде не хватает человека, ну, скажем так, с управленческими навыками, того, кто способен написать бизнес-план реалистичный, не с точки зрения техники, что мы должны сделать и что мы должны добавить. Потому что темно-б, вот я серьезно очень буду за вас переживать и буду желать, чтобы у вас все хорошо получилось. Всем привет! Меня зовут Дина, это Лиза, и сегодня мы представляем проект Liberi – робот для детей с аутизмом. Мишка и Ань, может быть, слышали про нее, Мишка и уже говорящие людьми, предлагают свои технологии. Вот просто придите, отдайте долю, вступите с мощным партнером, они вам еще и канал дистрибуции наладят. Я, собственно, привез эти все дистрики в Италии. Пожалуйста, пожалуйста, в России, пожалуйста, в Парк-Нуре. Меня зовут Дмитрий Ильич Акрашин, я представляю фонд «Сколково» департамент оригинального развития. В департаменте я отвечаю за как раз-таки направление «Санкт-Петербург». Я уже второй раз на стартап-линче. Это хорошее мероприятие, очень правильное мероприятие, где молодые амбициозные стартапы получают по полной. Они получают и возможность потренировать свои скиллы в презентации, а также они получают массу комментариев и массу очень важных советов от людей, которые в этой жизни чего-то либо достигли, либо уже не первый раз встречаются с подобными проблемами, которыми встречаются стартапы. Самое главное, что я вынес сегодня, то, что идея действительно интересна для экспертов. И я убедился, что этот проект может жить и он должен развиваться. Расскажи про наше впечатление. На самом деле очень ценно оказаться на таком проекте. Каждый раз, когда ты слышишь вопросы от экспертов, их комментарии, ты буквально чувствуешь, какой скачок будет после этого проекта, сколько всего можно сделать, какое это ценное мнение получить различные комментарии и советы от людей, которые уже добились очень многого, и чью экспертизу мы можем на себя перенять, так сказать. Сегодня было 4 проекта, и эти 4 проекта, каждый был по-своему уникален, каждый был по-своему хорош. Реакция, которая была и у экспертного сообщества, и у более широкой аудитории коллег, у резидентов площадки, она была такая профессиональная, конструктивная. Советы, которые здесь звучали, я уверен, что команды пригодятся в своей реализации. Ну, а в целом, это позволит сделать жизнь каждого из нас лучше.